В Твери на финальной стадии ремонт дворовых территорий. 20 объектов в этом году приведут в порядок. Как их выбирали и какие работы проведены, расскажем далее. Вот эта территория объединяет дворы сразу двух многоквартирных домов. Ещё по этой дороге детей ведут в ближайшую школу. При этом до последнего времени пройти здесь было почти невозможно. И вот как в 81-м году был дом сдан в эксплуатацию, ничего вообще не делалось во дворе. Дважды выходил, вот был гололёд, тротуара нет, машины стоят, но вообще не пройти. Так что очень хорошо, что всё-таки ремонт начался, и мы готовы потерпеть все неудобства. Всего в этом году благоустроят 20 территорий. Конечно, это не все дворы, нуждающиеся в ремонте. Но в данный перечень включили объекты, где работа необходимо провести в первую очередь. Финансирование ограничено, поэтому приходится выбирать приоритет. Это близость к магистральным дорогам, близость к школе, именно здесь у нас рядом 40-я школа. Безусловно, активность жителей имеет одно из приоритетных значений при выборе точек, которые будут ремонтироваться. При выборе играет роль и состояние дворовой территории. Многие из них не ремонтировали ни разу с момента строительства домов. Например, вот этот двор прямо в центре города на улице Рыбацкой. Поэтому просто заменить верхний слой асфальта невозможно. Да, здесь не путем фрезерования старого асфальтобетонного покрытия, а именно путем полнейшего демонтажа и выборки корыта, поскольку асфальтобетонное покрытие, считай, его здесь не было. То есть оно отсутствовало как таковое. А вот здесь, на улице Можайского, 70, никогда не было тротуаров. Людям приходилось идти прямо по разбитой дороге. О доступности для маломобильных групп населения также не было и речи. В этом году мы сделали специальные переходные дорожки для людей, чтобы была доступная среда для инвалидов, для людей пожилого возраста. Соответственно, был понижен бордюр. Все объекты тщательно проверяют на соответствие нормам и по доступной среде, и по качеству проведения работ. По контракту еще в течение пяти лет подрядчик будет нести гарантийные обязательства. У нас заключен контракт со строительным контролем. Также нас проверяют взаимодействие с Министерством контрольных функций. Оставляются акты скрытых работ на каждый слой. Сейчас, после укладки асфальта, у нас пройдут вырубки. Многие объекты уже на финальной стадии. Например, полностью работы завершены во дворе дома на 6-й пролетарской набережной. В ближайшее время комиссия проверит качество проведенного благоустройства. Продолжение следует...